Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении. Разработка первого российского атомного авианосца должна начаться уже в 2023 году. Его планируется оснастить современными и перспективными средствами обороны и нападения, которые сделают корабль грозной силой на океанских просторах. Один из проектов первого российского атомного авианосца, предложенный отечественными судостроителями. Фото о том, что в России вскоре начнутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию атомного авианосца, сообщали информагентство. Конкретики о перспективном облике корабля раскрыто не было, говорилось лишь, что он будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн. Вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что работы по созданию авианосца давно в планах есть. Однако не стал уточнять конкретные сроки его спуска на воду. Минус. В России начались работы над атомной субмариной пятого поколения. Известно, что проект перспективного авианосца под ГИФом 23000 Шторм был предложен Крыловским государственным научным центром. Как рассказал эрговоенный эксперт Алексей Леонков, было несколько закрытых показов эскизного проекта корабля, проекты менялись. По его мнению, строительство авианосца для ВМФ действительно необходимо, так как задачи для флота в последние годы сильно изменились. Эксперт предположил, что авианосец будет оснащаться либо водно-водяными реакторами РИТМ-200, которые сейчас устанавливают на российские атомные ледоколы, либо под него будет создан реактор с жидкометаллическим теплоносителем. Сейчас создание таких двигателей у нас доведено до ума, не исключаю, что в этом направлении уже ведутся работы, отметил Леонков. По его мнению, в качестве средств ПВО на корабле может быть установлен морской вариант новейшей системы ПВО С-500, а в качестве основы авиакрыла может начаться разработка морского варианта Су-57 и даже возрождение проекта по созданию самолета с вертикальным взлетом и посадкой, в частности реанимация Як-141, но с учетом современных технологий. Власть, безопасность, армия, русское оружие, вооружение России, правительство, вице-премьер и реформа армии.